Подведены итоги городского конкурса «Сердце отдаю детям». Лучшим педагогам дополнительного образования в сфере культуры признана директор детской художественной школы Елена Паникарова. О конкурсе и его участниках наш следующий сюжет. В течение целой недели педагоги из школы искусств, музыкальной и художественной школы давали открытые уроки. Участие в конкурсе «Правмастерство» – это новый этап преодоления работы над собой. Пять преподавателей презентовали образовательные программы, рассказали, как они выстраивают свою работу с детьми. Умение себя преподнести, показать себя в качестве педагога, умение методически обосновать тот или иной предмет, который они преподают. И, естественно, нужно показать работу с детьми, потому что главное в работе педагога – это работа с детьми, найти общий язык и донести не только, чтобы дети слушали, но и услышали. Музыкальную школу в этом году представили два участника. Работают вместе не один год, но в конкурсе каждый за себя. В презентациях постарались показать новые методы обучения детей, в том числе с использованием современных технологий и гаджетов. Сегодня это дань времени. Он нам скидывает всякие ноты, программы, и мы слушаем и играем дома, особенно, когда холодно на улицах. Все-таки нам показать свои знания и умения, и не только даже это, а показать свое, как ты педагог, какой ты, как ты артируешься в этом пространстве педагогическом. А самое главное еще такой большой, получить большой опыт публичный – это самое главное. Постоянные участники городского конкурса и преподаватели школы искусств. В этот раз ее представляли молодой педагог и специалист со стажем работы с детьми. За всеми выступлениями следит не только жюри. Коллеги и руководители обязательно поддерживают конкурсантов из зала. Наши преподаватели принимают участие каждый год. Причем в прошлом году два преподавателя, которые принимали участие, были победителями в этом конкурсе. Директор художественной школы в этом году и сама решила поучаствовать. Елена Паникарова уверена, конкурсы – хороший стимул саморазвития для каждого учителя. А победа оказалась для нее неожиданной. Для меня это очень важный момент. И я понимаю, что это определенная веха в моей жизни, что я получила первую степень. Это удовлетворение какой-то, конечно же, работой. Но и всем коллективам. Потому что я понимаю, что без коллектива я бы, наверное, не была столь высоко оценена. Дипломы победителям вручили во время итогового круглого стола. Второе место разделили Лариса Горбунова и Евгений Богомолов из школы искусств. А третье – педагоги музыкальной школы Станислав Горобченко и Ирина Миссюра. Теперь у педагогов впереди Новый год для того, чтобы подготовиться и стать участниками юбилейного пятого по счету конкурса. Сердце отдаем детям! Ольга Черная, Петр Хаджаев, Новости Муравленко.